Сосредоточенный ум — опасный ум. Если вы сможете наделить мысль силой, ее мощь резко возрастет. Один только чей-то взгляд может вызвать у вас недомогание. У нас есть простые методы с огромными возможностями. Намаскар Сан-Гуру. Говорят, что сглаз приносит несчастье и наносит вред. Что такое сглаз и как от него защититься? Существует ли сглаз? Да. Люди способны оказывать такое воздействие. Если я просто буду смотреть на воду в этом сосуде одну минуту, то молекулярная структура воды изменится. Сегодня это уже возможно доказать. Если я посмотрю на вас, почему в молекулярной структуре воды внутри вас не изменится? Она изменится. Она может измениться и в положительную, и в отрицательную сторону. Это возможно. Сосредоточенный ум — опасный ум. Опасность ума определяется его намерением. Если вы способны наделить мысль силой, она станет очень мощной. Гневный ум, похотливый ум, очень любящий ум — все это мощные умы. Причина не в гневе или в любви, а просто в том, что ум становится однонаправленным. Когда что-то становится однонаправленным, его мощь резко возрастает. Сделав так, вы никому не навредите, а если так, то причините боль. Потому что станете однонаправленными. Воздействие той же самой силы, но однонаправленной, приводит к более заметным последствиям. Однонаправленность может возникнуть как в результате одной только осознанности, или в результате саданы, или по причине гнева. Когда вы по-настоящему злитесь на конкретного человека, ваш ум становится однонаправленным. В любви он может блуждать. Но в гневе и ненависти ум становится однонаправленным. Именно поэтому он способен оказывать воздействие. Люди, находящиеся в крайних состояниях гнева, ненависти, жадности, когда они действительно сосредотачиваются на чем-то, в другом человеке могут произойти изменения. Могут произойти, но не обязательно произойдут. Это также зависит от того, насколько вы уязвимы. Если вы организованы соответствующим образом, внешние воздействия не будут определять то, что происходит внутри вас. Вы не будете зависеть от того, как на вас посмотрят. Если вы уязвимы по причине постоянных внешних воздействий, если вы находитесь в подобном состоянии, то, вероятно, определенные люди смогут воздействовать на вас. Они могут вызвать у вас недомогание, просто посмотрев на вас. Это вполне возможно. Есть люди, которые могут вызвать смерть одним взглядом. Если вы можете привести кого-то в экстаз, просто глядя на них, то сможете вызвать и огонью, если захотите. Просто другой переключатель, вот и все. Это как смеситель. Повернете в одну сторону, пойдет горячая вода. В другую — холодная. Ум работает именно так. Его можно использовать многими позитивными, феноменальными способами. Это огромная возможность. Но люди предпочитают использовать его по-всякому. Что бы мы ни делали, то, что может улучшить жизнь, сохранить жизнь, украсить жизнь, может разрушить жизнь и сделать ее ужасной. Не так ли? Это происходит каждый день. Технологии. Вы можете использовать их как угодно. Здесь то же самое. Это тело и этот ум можно использовать точно так же. Вот почему индийские женщины наносили большие... Для этого использовались особые вещества. Использовали куркуму и лайм, чтобы избежать внешних воздействий. Тем более, если женщина считалась очень красивой, то для нее эту точку делали намного больше. Потому что взгляды людей естественным образом притягивают то, что имеет определенное физическое присутствие. Чтобы избежать воздействия на ее здоровье, благополучие и все остальное, точку делали намного больше. Если вы считаете себя красивыми, у вас должна быть большая точка. Если она будет маленькая, то же можно понять. Не углубляйтесь во все эти вещи, потому что тогда вы начнете думать. Она посмотрела на меня, и у меня заболел живот. Он посмотрел на меня, и у меня заболела голова. Не увлекайтесь этим. Для этого у нас есть простые методы. Мы проводим очищение огнем. Вы знаете, что такое очищение огнем? Это называется клеша-нашана. Это означает действие, которое уберет загрязнение, накопившееся вокруг вас. Ваше тело не только здесь. Ваше тело не заканчивается здесь, оно простирается дальше. Вы могли замечать, вероятно, женщины более чувствительны к этому, чем мужчины. Не обязательно, чтобы кто-то касался вас. Если кто-то подойдет слишком близко, это не психология, это другое. Есть психологические и эмоциональные аспекты, дело не в них. Если кто-то подходит слишком близко, сразу же возникает ощущение, когда хочется создать расстояние. Вас не трогают, просто встают близко. Это само по себе создает беспокойство, не так ли? Потому что тело здесь не заканчивается, энергия немного выступает за его пределы. Как далеко это зависит от того, насколько насыщена ваша жизненная энергия. Если они по-настоящему насыщены, вы можете заполнить ими весь тот зал. В противном случае, энергия выступает хотя бы немного. У большинства людей она простирается за пределы их тел на расстоянии от 7 до 23 сантиметров. Когда на вашем теле накапливаются различные субстанции, вы их смываете. Точно так же в вашей энергетической системе накапливаются субстанции другого рода. От них вы можете очиститься водой, она смоет некоторые загрязнения. Так же существует очищение огнем, которое называется дришти. Обязательно ли это происходит из-за взглядов других людей? Это вопрос. Но влияние окружающей жизни на вашу энергетическую систему определенно существует. Если у вас есть внутренний духовный процесс, то есть вы выполняете какую-то крию или какие-то медитативные процессы, то вам все это не нужно, потому что вы умеете очищаться изнутри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok